Пацаны, если мы оперативно наберем 7777 лайков, то завтра выйдет вторая часть моей новой рубрики. Также напоминаю, что я лайкаю первые 100 комментариев. А, ну и на телегу подпишитесь, это очень важно. Вы знаете, все, кому не лень, уже записывали рубрику без доната, ну и вот настала моя очередь. Отчасти это будет экспериментальная рубрика без доната. Сам эксперимент заключается в том, что вышла команда, Тотти команда, я вот человек, допустим, который никогда не играл в ФИФУ, первый раз покупаю эту игру, захожу и, собственно, в период выпадения Тотти карточек посмотрим, получится ли у нас что-нибудь залутать, если вообще не донатить в эту игру. Тут мне дают сразу какие-то супер награды, приз ветерана. Баппе сразу выпрыгивает, как бы намекает, что он нам на этом аккаунте обязательно залетит. Так, давайте выберем стартовый набор из французов. Блин, прикиньте, мне опять Журу упадет. Вот я буду ржать. Это нон-рар карта. Журу, Журу, нет, это не Журу, это ЦПшник, Фулгине. Так, возьмем форму сборной Аргентины и Реал Мадрид. И нас приветствуют сразу вот такие вот наборы. Мы скорбим о смерти Энтена Уокса. Мы скорбим о смерти Андреса Баланты. Да сколько же футболистов поумирало, я что-то давно не заходил. Мы скорбим о смерти Синиши Михайловича. А я, друзья, в свою очередь напоминаю вам о своих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари на сайте, у которых вы можете делать ставочку на футбол, на баскетбол, на волюбол, да в целом на любой вид спорта. Регистрация абсолютно простая, вы можете делать как в мобильном приложении, так на сайте, который работает на высокотехнологичной платформе. А если вы пройдете еще верификацию до конца, то получите шикарный бонус, фрибет в размере 1000 рублей. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, собственно, 7 наборов у нас имеется. Давайте их сразу начнем вскрывать. Так, набор с золотым редким игроком. Фонарик, друзья. Колумбия, форвард. Нет, это не форвард, это Диас, кстати. Для начальной команды, мне кажется, это очень даже неплохо. Это Диас и куча говнарей. О, Пау Лопесов. Нихера, он стоит 3 600. Диас стоит 3 700. Я думаю, что сразу его выставлю. Награда межсезона, контракты, благодарность от FIFA, четвертьфиналы, что происходит, почему так много уведомлений, сообщений, как это все быстро проскипать. Так, друзья, нам снова надавали всяких пакетиков. Бастони 84, окей. Так, Видич нам падает на 5 матчей. Так, для Казет 1900 стоит. Плюс еще монетки. Слушайте, друзья, так интересно и кайфово начинать все с нуля. Не знаю, вот это вот ощущение того, что ты бич, ебаный. Также у нас в магазине есть набор за 10 монет. Давайте его вскроем. Блин, Казмир, он в аренду, сука. Так, ну что, друзья, бомж из 10 дивизиона на месте. Сколотил я себе вот такой вот боевой состав. Именно вот такой тимой будем начинать свой путь в рубрике без доната. Сейчас просто экспериментально я залечу и посмотрю, можно ли играть такой командой, либо же у всех сейчас будет какой-то разъек пиздец. Видимо, друзья, на первой серии закончится рубрика без доната, потому что соперники вообще не находятся. Нет бомжей из 10 дивизиона. Видимо, тут я сижу один. Так, друзья, это невероятно, но я нашел соперника. Интересно, этот чел, который тоже только сейчас FIFA запустил, да, друзья? Есть, это наш клиент. Так, судя по всему, этот чувак вообще первый раз в жизни геймпад держит, потому что он и не обороняется, и ничего, поэтому надо этим пользоваться. Блять. Так, пас на Марсиаля и Марсиаль. Первый гол в рубрике без доната, друзья. Так, давайте я чуваку дам немножко надежду на хорошее будущее, потому что, ну, я вижу, то, что он играет, ну, прям совсем ужасно. Пусть порадуется немножечко. 9-1, друзья. И соперник, кажется, понял, что ловить ему тут особо ничего. 1-0. Развалил просто очередного соперника в Squad Battles. Ой, как страшно, друзья. 31 задание. Я тут глаз положил на Илка и Гюндагана в заданиях. Я думаю, что он неплохо так забустит мой состав. Опа, 85. Друзья, тот самый момент, когда ты радуешься игроку с рейтингом 85. Это вот приятное, давно забытое чувство, когда ты находишься на новом аккаунте и получаешь удовольствие практически от каждого пака, понимая, какой у тебя хреновейший состав. Так, что тут нам нужно? Забить и отдать голевой пас немецкими игроками в двух матчах. Для этого непростого задания, друзья, я купил себе АДМи, Вернера и Баку. И идем, собственно, забивать и отдавать ассисты за немцев. Это что за нахуй, друзья? Вот такого я вообще не ожидал, если честно. Не, ну это вообще как бы неприкольно. Как он такой состав сколотил себе в 10-м дивизионе? Баку полетел. Баку летит. И Баку! Че я забил? Просто, бля, не чувствую. 6-0, друзья. Короче, прикол тысячелетия. Играл еще Squad Battles, набивал все голы. В общем, забил 50 голов и игра зависла. Да, друзья, так и получается, что я только что просто так 50 голов забивал. Боже, это так утомительно было. Почему меня... Ну я зря времени не терял, я еще сыграл около 2-3 матчей в Division Rivals Squad Battles и залутался моментово Илкая Гюндагана. Статки прикольные, учитывая, какой у меня состав. У меня на аккаунте уже 30 тысяч монет. Вот так вот, как быстро растет мой бюджет. Оказывается, формы-то продаются, друзья. Не зря я Аргентину взял. 5 тысяч рублей стоит. И Реал Мадрид за косарь ушел. Так, пока что составчик у нас выглядит вот таким вот образом. Наверное, сейчас мы вместе с вами устроим мини-пак опенинг. У меня есть 18 различных наборов. И, собственно, пойдемте вскрывать. Может быть, что-нибудь и поймаем. Набор с 5 игроками 80+. Звучит как что-то интересное. Это Уолкаут, друзья. Это Уолком Моне давай. Блин. Ну ладно. Минди 86 это тоже неплохо. Учитывая, что аккаунт свеженький. А это, друзья, на секундочку, игрок в основу. Олсен, спасибо за службу. Так, набор из двух золотых игроков. Пак, спасибо, Пандос. Получается. Опять Уолкаут. Что происходит, друзья? Это какое-то нереальное везение. Мое горло сейчас этого не выдержит. Я вам говорю, они специально подкручивают мне аккаунт. Посмотрите. Два Уолкаута подряд. И оба идут мне в основной состав. Теперь у нас, получается, Робертсон слева играет. И на воротах Минди. Ммм. Кстати, Жота. Которого тоже вполне себе можно в основу пихнуть. Плюс Луис Альберто. Ебать, у тебя прическа. Вы просто гляньте на этого красавчика. Вот это вот Суарес, друзья, стоит 3800. Марселя. Оформление Марселя. Перформанс Марселя. Игрок Марселя. Что происходит, друзья? Хренничать денег стоит 900 монет. Кто покупает это за 900 монет? Блядь. Так, друзья. Я тут немножко докупил карточки для своего основного состава. Фридерикс. Бэли. И Сент Максими. Ну, это такие супер, ультра, максимально бюджетные челы. Пока я не знаю, в каком направлении я буду двигать свой состав. Так, вот такие вот составы в девятом дивизионе, друзья. Не, ну ты вообще нормальный, блин. Так, Гиндаган бежит. Бежит. Никого не чувствует. Э, да ты заебал мне пиздить. Алло. Да ты заебал, бля, братан. Ну, сколько можно? Это третий чувак на карте. Может, у него челлендж какой-то отпиздить всех моих игроков? Опа. Марсиаль. Здравствуйте. 1-0. Он заебал. На, нахуй. Съебался с поля. Заебал, блядь, нахуй. На, фанаты просто вахуй. Так, ну, попытка номер 2. Блядь, это что за прикол, нахуй? Это что за скрипт? Да не бывает же такого. Три раза ударил, блядь, загандогана, блядь. И три, нахуй, штанги. Перекладины, точнее. Ну, что это за пиздец? Так. И на, нахуй. Ну, поближе подошел. И въебал, так въебал. Батя, он даже гол мне забил. Ну, я вахуй. Не, конечно, очень странные типы играют в девятом дивизионе, хочу вам сказать. Стиль игры очень специфический. Все, гг. 2-1. Ну, что, друзья, вот такая вот ознакомительная серия получается у нас в рубрике без доната. Пока что вот такой составчик. Я думаю, что в next выпуске я тут все перековыряю. У меня, как-никак, 47 тысяч на аккаунте. Ну, и в любом случае, я пойму по вашим лайкам и комментариям, нравится ли вам идея без доната в период Тоти. Ну, про свой основной аккаунт я тоже забывать не буду, поэтому я и там, и там буду открывать паки. И в конце ивента сравним, где, собственно, мне повезло больше. На донатном или на бездонатном. А на сегодня все, друзья. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. С вами был я, Пандос Фиксович. И всем хорошего настроения. Чао, какао.